дорогие друзья всем привет вы на канале сергея матвеева я нахожусь сейчас в конце пляжа сочи форния и сейчас посмотрим пляж сочи форния потом проедем по цветочной мне тут недавно донатили просили показать цветочную вот сейчас мы по ней проедем и потом заедем в адлер проедем через пляж чайка огонек мандарин южное взморье поэтому я желаю всем прекрасного настроения и приятного просмотра у меня тут есть интересные новости для вас с пляжа сочи форния смотрите самолета один взлетает а другой идет на посадку вот здесь они очень низко пролетают можно сделать классные фотографии имейте ввиду раньше я тренировался под портом тут стоял турник брусья штанга представляете жил на улице южных культур 2 а в гостевом доме надежда это тут 200 метров отсюда и сюда приходил тут тренировался купался вообще сказка была потому что если дождь ветер сюда зашел тут спокойно тут такой формат стиле gta и тут поднимается пол метра на полтора поднялся после шторма потому что вообще пляж сочи форни очень серьезно увеличивается тут под мостом снимают клипы фильмы просто сюда приходят пофотографироваться свадьбы приезжают там в конце очень красиво и в общем это мои родные места у меня тут куда не посмотри везде родные места так получилось я не виноват идем дальше тут сейчас построили новые бассейны и точнее не новые восстановили бассейны после шторма века и ставят баню скоро их запустят и только что общался с управляющим пляжа я тут всех знаю тоже на этом пляже у меня . два года подряд стояла фото . вот тут летом ставят аквапарк надувают и мы здесь трудимся вот студенты смотрю приехали вот сейчас хочу кружочек небольшого пляжу дать вот студенты приехали по моему посмотрите как увеличился сильно пляж очень большой стал раза в три увеличился по моему и вот смотрите бассейны набрали скоро включат был вход тысяч рублей не знаю какой будет в этом году вот ставят сауну так что можно будет греться и в теплый бассейн думаю что надо будет прийти сюда отдохнуть здесь поснимать можно предложить руководству чтоб я пришел отдохнул поснимал рассказал так то у меня контакты есть все хорошо так что здесь есть здесь много чего есть вот качеля очаг сцена тут кафе один из лучших пляжей в общем детская площадка так а мы сейчас едем на ту сторону на сервдом там работает сервдом я отсюда ролик решил начать потому что меня попросили показать улицу цветочную очень сильно просили даже отправили донат и вот сейчас проедемся по цветочной я очень люблю цветочную я жил тут на южных культур 2 в гостевом доме надежда так меня тут ждет велосипед вот тут есть бесплатные туалеты каждые пять минут самолеты садятся ну что друзья желаю всем прекрасного настроения приятного просмотра усаживайтесь поудобнее берите вкусняшки зовите друзей отправьте это видео тем кто любит сочи поставьте мне лайк потому что мы начинаем так аккуратненько начинаем движение без лишних движений так сказать и сейчас будем заезжать в адлер так цветочная улица представляю вашему вниманию просили я показываю вот отель авалон вот она цветочная 17 дробь 16 тут простое вот помещение уже давно я жил вот на этой улице справа тут дом 2 гостевой дом надежда мне вообще все понравилось советую его так ну вот тут бутик отель волна марина in отель дубай ты куда я в дубай ну давай давай ты где я в дубае в адлере так вот тут знаменитый перекресток и улица цветочная там дальше уже особо ничего интересного нет вот мы смещаемся к мосту через реку мзинта адлер это про шашлыки так тут идет ремонт и демонтируют может тут убирают вполне возможно что кто-то стоит где-то без возможно разрешения потому что я то вижу что происходит вот тут когда-то стоял справа магазин он стоял здесь пять лет вот видите вот тут справа где машины стоят вот этот пятак но стоял магазин представьте тут стоял магазин тут такая узенькая дорожечка была вот да вот этой плитки справа и тут весь трафик шел он шел сюда и потом все снесли вот тут тоже магазин стоял сейчас это как просто парковка так поднимаемся на мост через реку мзинта вот я удивлен что они сделали спуск только на одну сторону мне кажется летом здесь будет пробка надо два спуска так вот река мзинта почему-то так неудобно лежит powerbank кармане я учить поправил так тут всегда открываются у нас прекрасные виды сейчас мы их посмотрим повнимать и помчим сейчас на пляж мандарин сейчас поедем с пляжа мандарин и приедем обратно думаю на мандарин сделаем кольцо до пляжа огонек и потом по городу обратно поэтому поставьте мне лайк смотрите какая красота так спускаемся так отправляемся друзья дальше навстречу приключениям счастью своим мечтам давайте присоединяйтесь там места хватит всем подписывайтесь и 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 в и и и и и сейчас у нее и знаем вик привет хотел узнать вы что закрылись да все навсегда так не знает она так приехал тут парням он рубен здорово все вы как вы гуляете гуляем понятно давай хорошего дня а сейчас ему там в этот и в этом хлопуте выгулива горит сучек так это было весело это тонкий юмор так вот рыбацкая шлюпка поехала поехали рыбу ловить пацаны здорово шо вы как вы готовите что он будет завтра да вроде ли послезавтра вот шторм это у меня прям летит все когда шторм там пищи не все просмотры так что я прям жду шторм буду носиться тут метра 34 да там больше будет нормально крах закроет это они после шторма века перепуганные такие все закрывают на этом а на коньке не на коньке дальше что-то там где поломала курортный городок ну более-менее да там убрали сожгли пока не застраивают но там что-то восстановили на пляже чекаловском но идут процесс там ты видел в сириусе ремонтируют набережные пляжи насыпают без видел там оцепили огромный участок одни молодежи готовятся к фестивалю с первого по седьмое там вообще такие деньги мне кажется вливают марта только что ты видел нет ни день фестиваль тут приедет иностранные студенты короче паблик не буду рекламировать мощно такая тема это короче реконструкция 25-го года до обещают набережную сочи 20 миллиардов литра но я видел до 44 генеральный план что типа 2 6 только начинается тут сочи что там вообще одну треть сочи хотят снести там что-то не видел там рамсы короче что там я вообще изучил да тут знаешь как тут они идут в администрацию им отказывают они идут в суд суд дает разрешение они строят и потом через администрацию отменяют судом решения и то есть представьте люди покупают люди покупают официально все и прикинь суд признает и они просто в шоке я думал прикинь то кто-то попадает и мне кажется в ярости бы просто был когда ты купил все официально а потом и тут сносят люди там живут их выгоняют ну и прям поизучал такую думаю только интересно я покупал студию продал ее в два раза дороже я покупал мне компания просто консультационные услуги прикинь оказывала в лепниках значит покупала потом через год два раза дороже продал и я так рискнул то есть мне вообще и меня там вообще никому ничего я бы не предъявил тут официально покупают кидают короче как причем оформляют по мфц официально с каждым годом что там не даже там как-то государство что-то мутит ладно пошел я удачи попозже приеду так у нас тут небольшой диалог про недвижимость сочи состоялся я изучал этот вопрос я вам говорю люди покупают все официально потом раз суд признает стройку незаконной и вот такая тут схема а я рискнул купил продал и вообще без какой-то подготовки без юристов я вот так думаю как удивительно кто-то там ну боится все это потерять там изучает в итоге попадает кто-то как я вообще на пофиг поехал купил продал и все нормально как это вообще работает вот мне интересно ведь меня тоже могли бы кинуть я бы ничего никому не смог предъявить ну ладно друзья это отдельно отдельная тема для отдельного ролика сейчас мы проезжаем спуск на пляж чайка и поехали прокатимся по набережной и приедем сюда обратно так едем вдоль пляжа чайка давно не был на огоньке до южного взморе не доезжал потому что я несколько дней стримлю а там связь плохая я уезжал поляну снимал сочи снимал поэтому давно там не было вот сейчас еду туда поехали посмотрим что с огоньком доедем до конца набережной а потом вам какой-нибудь маршрут интересный в обратную сторону покажу так проезжаем кафе фестивальная тут я покупал пирожок за 150 рублей вот этот пришел отзыв сделать нормально мне понравилось вкусно было очень мало было и вкусно но мало вот этот вот этот мне понравился вот этот я пирог брал прямо вот сказка так что ждите меня еще может этот там договоримся скидки какие-нибудь подарок подарок бесплатно пакет и пару салтетов а все ну все в общем хвалю вас все счастливо поехал я дальше так я реально брал этот пирог за 150 рублей он мне понравился я вчера его съел и подумал какой вкусный обещал еще съем проезжаем улицу карла маркса тут кормят чаек можно чуть-чуть посмотреть на это красивое зрелище у меня с собой есть миндаль орешки миндальные этикет вот я думаю кого-нибудь покормить бы кого бы накормить слышат так аккуратненько едем если честно место не особо тут много для велосипедной езды но я эксперт по велосипедной езде главное это не перехвалить себя мне кажется я очень хорошо умею ездить на велосипеде представьте как у меня опыт так двигаемся красиво вдоль пляжа чайка по адлерской набережной друзья дайте поддержку максимальную дайте шума расскажите что интересно как у вас настроение когда приедете как вам атмосфера так готовится набережная к лету потихонечку вот новую плитку уложили проезжаем отель фламинго давай чуть-чуть посмотрим как здесь люди отдыхают поедем дальше Субтитры сделал DimaTorzok Проезжаем на Адверский маяк Никто не ценит того, чего слишком много Да с чего не взяли, что никто не ценит Мне кажется, они не правы Есть кто-то, кто ценит Проезжаем на Адверский маяк Заезжаем Морская симфония, по-моему Это торговый центр будет Но после шторма века Вот он пострадал и так И не вставили тут Стекла Представьте, тут какие стеклопакеты стояли Огромные, цельные Двухслойные Мне кажется, такой стоит 1150 И вот их повыбивало тут Сколько их тут? Раз, два, я не знаю, может на несколько миллионов Как теперь это все запускать Как сюда запускать бизнес Вот скоро новый шторм будет Ведь не зря этот рыбзавод Да, это был, кто-то говорил, что Он стоял заброшенный Морская галерея Скоро открытие Стоял не просто так, наверное, заброшенный Может, после штормов поразбивало его И его и забросили У меня прическа, конечно Я искупался и против ветра еду Я сегодня купался, друзья Я вам говорил Посмотрите в моем телеграм-канале На границе Россия-Абхазия Пост от 2 февраля Так, заезжаем На территорию санатория Южное Взморье Здесь вообще транзитная пешеходная зона Чуть-чуть проедем Тут пока нас никто не видит Мы никому не мешаем А дальше сейчас тут КПП будет Пойдем пешочком Что-то ДТП небольшое Произошло Столкновение С забором Так Идем по территории санатория Южное Взморье Слева пляж Южное Взморье И сейчас За Южным Взморьем Посмотрим на пляж Огонек Смотрите, какие тут сосны величественные Посмотрите на моем канале ролик Про санаторий Южное Взморье Летом В середине лета Я вот так же проходил тут И свернул в санаторий И зашел туда Зашел в санаторий И снял большой ролик Про санаторий минут на 50 Ходил, гулял по нему Поэтому Посмотрите обязательно Если вам интересно Мне было очень интересно Старый Старый советский санаторий Прекрасный Мне кажется, сейчас таких не строят Как при советах строили Как Орженикизе Сейчас просто строят дом Смотрите, идет надстройка Сверху Этого не было раньше Так, делаю кадры Для телеграм-канала Сейчас ролик закончу Скину туда, как выглядит Адлер и набережная В режиме реального времени Тоже подписывайтесь Если вам интересно Так, вот Сережа Посмотрите на мою прическу Называется Разбуди меня в 4 Как вам посмотрите? Тихо Это надо, мне кажется, запечатлеть Поправить прическу Но мне кажется, на самом деле Очень креативно У меня прическа Вот как будто бы я вышел С какого-то Барбершопа С какого-то салона Смотрите А это я просто Искупался Вытер голову И поехал Вот всегда так делайте Просто с утра Не расчесывайтесь А сразу идите На работу Но это, наверное, только парням подходит Ну или не на работу Просто вставайте С отменной прической Так, дальше можно поехать Я думаю Ого Знаете, что здесь происходит? Здесь всегда воняла Канализация Здесь она постоянно протекала Здесь просто выходишь И вонь И вот, наверное, решили Это исправить Видите Не, они молодцы Тут были люки Видите Вот эти люки И представьте Прошел ливень Из люков Что-то вытекает И вонь Канализации Я всегда Когда тут проезжал Удивлялся Ну разве людям Люди Разве этого не чувствуют Что Такая вонь В общем Вот такая тут работа Ведется Молодцы Они наводят порядок Кто-то, получается Ну Рассказал Про эту вонь Ну вот тут Какой-то еще Сток есть Там активно Перекладывают Плитку Человек 30 Подъехали Посмотрим Так смотрите Уже новую Плиточку положили Давно тут не были Может в неделю Тут идет работа Так Укладывают Плитку Так Нам 5 Показали В общем На огоньки Большая работа Идется Все тут Переделали Все Будет С этим Зданием Что-нибудь Сделали Так Двигаемся Дальше Дальше Больше Дальше Смотрите Это что такое Бассейн Привезли Ничего себе Куда его будут Ставить Интересно Такая ванна Мне бы домой Такую Так Тут Отстраивают Новый бар Он как бы И не новый Старый Шторм Века С мыло И вот Они Обновляют Его Может полностью Может частично Вот Идется Работа Очень Интересно Как это все Выглядит Как это все Происходит Интересно За этим Наблюдать Так Так Фонтанчик Работает В общем Все Перерыто Тут Как этот Перекопы Со времен Революции Тут Вообще Мы сможем Пройти Проехать Смотрите Сколько Оборудования Нету Прохода А вон Есть Проходик Вроде Маленький Узненький Так Вот тут Маленький Можно Так В общем Работа Тут Кипит Так Что я Удивлен Никогда не видел Что Так активно Трудились Вот это Во время Дождя Трудиться Так Мне еще Надо Готовиться Сейчас К шторму У нас Завтра Послезавтра Шторма Начинаются Так Это После шторма Века Забор Погнуло Будут Ставить Новый Но Завтра Послезавтра Шторм Поэтому Вы Хорошенько Подумайте Покрепче Сделайте Откуда То Здесь Песок Не понимаю Откуда Вот Вижу Что Вот Видите Заборчик Слева Его Тоже Везде Подмазали Подштукатурили Покрасят Скоро Как я понимаю То есть Я как понял Везде указ Идет К седьмому Февраля Ой Марта Красоту Навести Смотрите Бежит Бежит Маленький Бежит Тебе Сегодня Повезет Давай Иди Сейчас Кушать Будем Что Сегодня Все Сытые Я еду Сириуса Вот Еще Один Давайте Молодцы Одноглазый Смотрите Черный В бою Глаз Потерял Так Сейчас Я буду Их Кормить Сюда Залазь Смотрите Я вот Такую Миску Взял Если Что Могу В миску Ложить Но Тут В принципе Писка Нет Я могу Прям На Отбойник Положить Залазь Давайте Сейчас Вот так Им Сделаю Линию Вот Ты Че Не Глупый Что Надо Запрыгнуть Не Понимают Что Надо Запрыгнуть Представляете Надо Всего Лишь Чуть Подумать Ну Почему Ж Вы Вот Этот Есть Эти Просто Бегают Внизу И Не Понимают Что Надо Запрыгнуть Наверх Вот Вот Сюда Ты Можешь Запрыгнуть Иди Сюда Запрыгнуть Сейчас Все Съедят Я Я Показал Раз Они Они Не Понимают Я Не Знаю Это Уже Не Мои Проблемы Черный Ну Ты Че Такой Глупый Что Либо Реально Ты Не Можешь Догадаться Не Можешь Просто По Запаху На Запах Пойти Это Странно Смотрите Они Просто Не Понимают Что Какие Живые Еще И Дерутся Этот Сейчас Там Все Съест А Эти Тут Дерутся Не Понимаю Ну Как Это Возможно Они Догадаются Что Надо Залезть Интересно Вот Так Представьте Умному Сообразительному Все Достается Может Он О Черный Сейчас Догадается Запрыгнуть Он Чует Запах Просто Мои Коты Чуют Запах И Мой Был Давно Запрыгнул На Запах Вот Еще Один Идет Чует Вот Они На Приколе Куда-то Побежали Все Убежали Вот Так Друзья Бывает Все Досталось Тебе Так Ну что Едем Дальше Раз уж Такое Дело Надо Мусорку Найти Поехали Доедем До конца Набережная Охранник Смотрите Какой Охрана Это Охрана Чистят 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 Завтра Шторм Так Ну что Друзья Вот я Думаю Сейчас Поехать В обратную Сторону Через Через Адлер И выехать К Мандарину Так Эту так и не Убрали Тут Канистру Видите Посередине Там Вдали Центральные Хостинские Районы Так И отправляемся Тут Сейчас Должны Вот эти Домики Потом Прекратили И сейчас Вообще Все Стоит Проезжаем Улицу Просвещения 116 А так Представьте Тут Какие Домики Шикарные До Море 50 Метров Это Дорого Должно Быть Очень Дорого Даже Трубы Вон Уже Завели Стеклопакеты Ставят Но тут Я уже Давно Не видел Чтоб Работы Шли Так Ну что Сейчас Поведу Вас По новому Маршруту Думаю Через Улицу Лескова Проехать Я Когда-то Жил На улице Лескова Снимал Студию Было Прекрасное Время У меня Была Машина Я Сидел На Фрилансе Сейчас В принципе Тоже Все Классно Мне Все Нравится Потому Что Мои Решения Привели Меня Сюда Так Сейчас Будем Смещаться Вообще Тут Пешеходный Переход Есть Нам Нужно На ту сторону Дороги Перейти Переехать Так Смещаемся Сейчас Тут Аккуратненько Проедем Это мы Сейчас На улице Ленина Сейчас Поедем На улице Лескова Сейчас Уже Закат Скоро Будет Выбрали Окошечко И в него Вместились Маленькое Между машинами Там Пару секунд Так Тут Тоже Велосипедисты Разъезжаемся Но это Мои Родные Места Я вот тут Отдыхал В отеле На Ленина 140 С девушкой Тут как-то В самом начале Мы тут Снимали номер Саша Саша С Крыма Саша С Крыма Украиночка Помню Как Тогда Еще Тогда Еще Войны Не было Но Крым Вроде Уже Был Российским Я точно Не помню Так Куда Куда мы Свернули По-моему Мы не На Лесково Повернули Ладно Сейчас Будем Смещаться На Лесково А это Куйбышево Мы на Куйбышево Тут Частный Сектор Прекрасный Райончик Сейчас Сейчас Вообще Час Пик Начинается Сейчас Все Будет Стоять Это Мои Родные Места Друзья Я тут Жил Много Раз Тут Ездил Так Уже На Гоголя Едем У Гоголя Так Вот Он Адлер Сейчас Поведу И на Лесково Выехали Я там Жил В начале Лесково В новом Доме Поехали Сейчас Тайными Тропами Автостопами Перелетами Прибыли Мы сказали Вот они Это Из Касты Каста Группа Такая Была Хорошая Но Куда 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 Спешишь Запыхался Скажи Может С кем из наших старых виделся Непонятно Здесь Я думаю Я думаю Любить Я не знаю Я не знаю Уехать за границу Когда они Какое у нас Мнение Будет О них Если Они будут Желать Нам Поражения Ладно Друзья Это что-то Я так Отошел Немного Философия Так Мы едем По Молокола Друзья У нас Прям Такие Сумерки Начались Я не пойму Что Уже Закат Что-ли Начался Там Пусто А ты Братан Русский Тебе Это важно Остальное Пойми Здесь Исповедь Истина Душа На рассвете Как Капля водки Чистая А там Ты будешь Живым Среди Зомби Не знаю Как в Солнечном Городе Зато Ужнаешь Цену Золота Улыбки Русской Девочки Сравнишь С импортной Овечкой Что Как Икру Их Мечет Я Эту Кухню Знаю Лайнер Поднимет Воздух Поймешь Что Прогоняешь Да Только Поздно Вижу Себя Ты Желеешь Ну Давай Не Жди Не Жди Мостов Да Возвращайся Скорее Давай Братан Черкани Хоть Пару Строг Оттуда Пойду Куплю Чего Похавать Прощаться Не будем Вот Это Их Строки И Они Уехали По Итогу Уехали И Теперь Рассказывают Что Мы Тут Сидим И Тупим Что Нам Надо Ити Там Не Знаю Что Делать Так Двигаемся По Молоково Тут Вообще У нас Плотное Движение Так Тихо 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 Посмотрите Как Много Детей Людей Все Идут С работы С садика Со школы Так Проезжаем Торговый дом Орбита Здесь Недорогой Рыночек Местный Вот Вот Он На той Стороне Справа Мы Двигаемся Дальше По Молоково Сейчас Будем Выезжать К Новому Веку За Веку Все И так выезжаем к новому веку друзья сейчас будем двигаться к набережной реки винта так нам надо тут проскочить аккуратненько так красиво проскочили тут сережа мастер езды на велосипеде давайте поставим ему лайк за то что он так хорошо ездит и показывает вам адлер шума дайте пошумите там в комментариях так вот мы вокруг новую вокруг нового века тут катаемся справа носите плаза слева плаза хом основные торговые центры здесь сочи так сейчас я хочу сместиться подрезал двух девушек так выезжаем взимки и едем на серф дом там сейчас не знаю сегодня будут пацаны зажигать костер сегодня уже не такая хорошая погода как вчера так тут надо подождать 20 секунд тут постоянно пробка это вот тут справа уже остановка новый век вот тут все стоит так и мы уже вот выехали на набережную вдоль реки мзым ты тут в адлере и едем едем на мандарин друзья там закончим ролик тогда посмотрим что там закатом есть нет смотрите тут пгс добывают с мзым ты как-то я и закат пропустил я вроде рассчитывал так чтобы приехать запасом смотрите как он прям из речки мастер тоже я мастер езды на велосипеде он мастер работы на экскаваторе а ну сейчас мы это запечатлим там тоже идет добыча мост стоит да вот так проезжаем площадь трех солдат такие шикарные пальмы куцей там гуляет видите конь это рустам его конь куцей можно если что там покататься так и мы на мандарине дорогие друзья выезжаем на пляж мандарина слева бесплатная детская площадка мимоза цветет аквапарк фух как жарко велосипед и думаю можно тут поставить на всякий случай сделаем фотографию так я смотрю что все сняли все пацаны все убрали готовятся к шторму о вон туча смотрите какая идет все качели убрали у вас тренировка да это не то это идет до пушка будет шороху наводить у меня как раз стреляет все когда шторм просмотры все я на шторме века у меня ролик на 600 тысяч стрельнул 50 долларов с него сразу капнуло вот мне нужно по 600 тысяч в день чтобы хотя бы шло не это 600 тысяч просмотров так что да если бы включили монетизацию то было бы где-то в 10 раз больше прикинь может даже больше так что ждем шторм пацаны качаются все смотрите пляж пустой идет туча сильнейшая все друзья буду сейчас стрим запускать нам сочи уже весь в дожде с вами прощаюсь буду благодарен вам за поддержку поставьте лайк напишите комментарий всем спасибо за просмотр и счастливо друзья друзья